Новый Mortal Kombat 11 Aftermath очень серьезно поменяет геймплей игры. Помимо новых персонажей и нового сюжетного режима, нас ждут важные изменения в системе воздушного брейкера. И вы обязаны посмотреть это видео, чтобы понять, как именно комбить и наказывать оппонента в 2020 году. Меня зовут Джонни, и я расскажу вам все, что необходимо знать об извороте в МК-11. Во многих файтингах есть механики, которые позволяют прервать комбо вашего оппонента. Будь это бёрст из Guilty Gear X-Art, классический комбо-брейкер из Mortal Kombat, уникальный клэш из Injustice или легендарный... Комбо-брейкер! Киллер-инстинкт. В Mortal Kombat 11 НРС сделали совершенно уникальную систему хода из комбинации. Воздушный брейкер. Она позволяет прервать абсолютно любой джаггл, получив броню и снизив дальнейший урон. Джаггл — это, если что, комбинация, которая подкидывает воздух. Скажем, 1-1 телепорт усиления, вперёд 3 гарпун за Скорпиона — это джаггл, поскольку оппонент находится в воздухе после усиленного телепорта. Но данный персонаж может сделать 1-1 гарпун усиления, 4 гарпун усиления, 2-1-2. Герой остаётся всё время на земле, и такую комбинацию нельзя прервать. Данная механика также называется «Изворот». Это официальный перевод. Чтобы выполнить «Изворот», вам, во-первых, необходимо иметь две шкалы защиты. Оппонент подкидывает вас в воздух, и когда вы начинаете падать, вы должны нажать одновременно кнопки вниз и блок. Если вы всё сделали правильно, то у вас появится броня, и вы быстро упадёте вниз. Необходимо правильно рассчитать время нажатия брейкера. У каждого подкидывающего удара есть своё время для «Изворота». Чем выше летит персонаж, тем позднее необходимо это сделать. Если вас подкинули не так высоко, то можно использовать брейк-эвэк сразу после удара. Новичкам очень важно научиться этому навыку в реальном бою. Заходим в тренировку и выбираем бота Скарлетт как оппонента. Как игра загрузится? Открываем меню «Параметры искусственного интеллекта». Тип врага указываем «Записать». Нажимаем «Принять» и возвращаемся обратно в игру. За Скарлетт делаем комбинацию 2-1-2, 1-2-4. И прекращаем запись. Мы сейчас записали комбинацию, и она будет её повторять раз за разом. Наша цель — это успешно сделать воздушный брейкер и наказать Скарлетт. Как только она попала в первой серии 2-1-2, примерно в этом моменте нажмите вниз и блок. Ваш герой встанет, когда Скарлетт промахнётся последним ударом. И вы сможете даже её наказать за эту комбинацию. То есть помимо ухода от большого урона, брейк-эвэй очень часто может оставить вас в приоритетной ситуации. Не обязательно пользоваться данной техникой в самом начале джагла. Очень хорошая тактика — это следить за действиями оппонента. Ведь он тоже будет пытаться подловить вас на увороте и получить с этого максимальную выгоду. А теперь берём в тренировке бота Соню, записываем ей комбинацию. Назад 1-2-4, вперёд 4, 1-2-3. Если вы сделаете из ворот сразу, то никакого преимущества не получите. Тут есть смысл уйти, когда Соня начинает бить серии 1-2-3. Нажмите вниз и блок вот в этом моменте, сразу после первого удара. Из-за того, что серия 1-2-3 делается очень долго, ваш персонаж успевает упасть, встать и наказать оппонента быстрым ударом. Если вы не знаете быстрых комбинаций за своего персонажа, то советую вам скачать моё бесплатное приложение Combat Guide 11 для Android и iOS. Ссылки будут в описании. Окей, мы разобрались, как и когда делать воздушный брейкер. Но что, если вы сами подкинули оппонента в воздух? Самое важное правило – не используйте небезопасные джаглы. Базовая комбинация Скорпиона, 1-1 телепорт усиления, вперёд 3, 1-1 гарпун, может быть наказана, если сделать брейк-эвэй после вперёд 3. Чтобы её не наказали, замените концовку на 1-1-2. Да, вы нанесёте меньше урона, но исключите возможность больного наказания. А если у вашего врага нет двух полных полосок метра, то используйте самые больные джаглы. Он всё равно не сможет их отразить. Когда вы уверены, что оппонент сделает из ворот, попробуйте напоследок ударить апперкотом. В данной ситуации это самый оптимальный вариант завершения. В идеале, конечно, вы должны знать все базовые комбинации своего оппонента. Только так вы сможете понять, что сможете наказать с помощью брейк-эвэя. Но это ещё не всё. В Mortal Kombat 11 Aftermath у всех персонажей появились удары, которые перебивают броню на брейкере и Fatal Blow. Это означает, что вы можете жёстко наказать оппонента за попытку у ворота. Получается, что и так запутанная система, когда вам нужно постоянно угадывать, стала ещё сложнее. Рассмотрим пробивание брони на примере спауна. В его базовом арсенале есть спецприём «назад-вперёд-3». При попадании в броню он перебивает её, наносит больше урона и при усилении ещё подкидывает оппонента. Если подловить оппонента во время у ворота, то вы получите очень большую награду. Представим, что вы поймали оппонента на сокрушительный удар апперкотом. Чтобы избежать дальнейшего урона, он сразу делает брейк-эвэй. Мы, будучи игроком с высоким интеллектом, используем душераздирающую дубину. Усиляем её и наносим 389 урона. У оппонента после такого джаггла не останется не только здоровья, но и защитной шкалы. Вы получаете невероятное преимущество в матче, угодав, когда ваш оппонент сделает у ворот. Но вы должны понимать то, что без попадания в брейкер данные комбинации наносят меньше урона, чем оптимальные. Поэтому вы всегда должны придерживаться баланса. Прежде чем играть в новое дополнение Mortal Kombat 11, обязательно изучите удары, которые ломают броню. Данное изменение будет иметь серьёзный эффект и затронет практически все джагглы. Вперёд 4 саб-зиро теперь имеет сокрушительный удар при попадании в броню. Мы можем это использовать, чтобы закомбить после напрыжки ногой. Или не дать оппоненту сделать фатальный удар. Надеюсь, вы поняли, что такие удары дают разные положительные эффекты. У Скорпиона назад 3 подкидывает оппонента и даёт закомбить дальше. У спауна механика похожая. А вперёд 4 саба наносят больший урон. С выходом дополнения мы добавим в Kombat Guide 11 комбинации, которые будут пробивать у ворот. Ссылки на скачивание в описании. Давайте подведём итоги. Использование воздушного брейкера даёт нам возможность спастись от большого урона. Если забуферить долгую серию или спецприём, то можно наказать комбинацию после уворота. Чтобы нас не наказывали, мы должны использовать безопасные джаглы. Когда вы понимаете, что оппонент сделает в ворот, используйте удары, которые пробивают броню. Такие удары также перебьют броню на Fatal Blow. Вы должны знать основные джаглы своего оппонента, чтобы понять, когда именно использовать брейкер. Изучите своего персонажа. Найдите безопасные и небезопасные джаглы. Заставьте оппонента ошибаться и наказывайте его за наглость с помощью брейкауэя. Это не так сложно. Ребята, сейчас 3 часа ночи 26 мая и мы наконец-то закончили монтаж этого ролика. На протяжении 4 дней записывали, составляли сценарий и успели как раз к выходу нового дополнения. Я буду очень благодарен всем, кто поставит лайк, всем, кто подпишется на канал. Напишите, как вам ролик, задавайте свои вопросы касательно у ворота. Я постараюсь на многие ответить. Если что, чекните и другие мои обучающие видео. Обязательно скачайте мое бесплатное приложение. Жду вас на стримах. Увидимся в следующем видео.